Там изначально человек приезжает на Твейковое бюле. 200, 300, 400, полмиллиона рублей, да, там, ну, существенные деньги. Реально за эти деньги купить машину невозможно нормально. Но у нас в Москве очень много объявлений, якобы, что эти машины есть, и они в хорошем состоянии. Так вот ролик про то, как некоторые продавцы, игроки рынка, эти машины продают сегодня, да. Вы сможете посмотреть изнутри, потому что мы нашли человека, который согласился рассказать, как он в этом варился, какой он опыт получил при работе в таком салоне. В концовке вы поймете, что не надо, не надо ехать в Москву, покупать билеты, быстрее бежать из-за того, что вы с кем-то поговорили по телефону или увидели какую-то рекламу. Давайте посмотрим. Я сначала в Рольф пришел на Алтушку, там поработал, потом по дыме все, что закрывались, Рольфу непонятно, что было, я пошел к Серому, там вообще типа не оформляют ничего, там даже Пасху у него не видели. Окей, пока там поработал, он понял, что все там очень грустно, не весело, и опять обратно в Рольф и перешел. Ну это был такой интересный опыт, ну да. Там изначальный человек приезжает на фейковое объявление, среди его. Просто приходит человек, хочет купить машину, он забивает на сайте где-то, или на авито, везде реклама таргетирована. Попадает на сайт, ну официального дилера, ну написано официальный дилер, официальный дилер Ченган. А объявления висят, там Рено какого-то, там, не знаю, Пежо, там, и все, все это. Я говорю, ну а нифига себе, блин, что можно Солярис новый за 500 тысяч взять. Ну ему звонит, говорит, что правда? Да, есть, конечно, 20-го года, сейчас же 21-го, это прошлогодний, но год гарантий меньше. Приезжаем, мы тебе резину подарим, 200 тысяч денег дадим, и еще тебе, там, 300 литров бензина в подарок толку. Ну, то есть, и прям история на лохах. И он собирает семью, занимая деньги на билет, вплоть до того, что ему, там, говорят, чувак, ты приедем, мы тебе все вернем. И прилетает сюда, прилетает в Москву, его, там, кул-центр ведет до самого салона, по телефону с ним разговаривает. Че, да, вы уже ездите, да, да, я вот стою возле вашей машины, вот-вот-вот, она пипикает, слышите, вот она. Приезжает сюда, его встречают на ресепшене, спрашивают четыре цифрового номера телефона, ну, кул-центр же передает информацию, открывает СРМ-ку, видно, что ему там по какой-то машине ничего обещали, и вот там все у вас технологично, да, СРМ-ку, да, 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 и потом начинается пересадка, и там начинается мариновка. Словарь Боровского жаргона. Мариновать. Намеренно задерживать кого-нибудь, откладывать на долгое исполнение чего-нибудь. Ну, говорят, да, 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 вот, тачка есть, все, вот, проходи, да, и че там, кредит одобрен, ну, пойдем, подтвердимся, только с собой пойдем. Придешь в кредитное дело, там, сдаешь его, а изначально смотришь, на какую он машину, там, смотришь, что есть по факту, там, пришел он, думаешь, за поликом, понимаешь, что он приехал за поликом за 600, а у тебя стоит за миллион двести. Да и передаешь информацию в кредитном. Ну, кредитный говорит, вы знаете, там, лимиты вырезают, давайте поддадимся на миллион двести, а если в случае чего, то, ну, и все. И начинаешь мариновать, а че полик, а че, а че, а че, а че, а почему, а как, и все это, а потом, а че, посмотреть, можно, это зря, а можно, да, конечно, машины едют на эвакуаторе. Да, вот, вы знаете, только единственное, что там, сейчас я запросил диагностику какую-то, у официального дилера была в регионе, стояла, и что не продали, непонятно. Сейчас запрошил. Ну, и все, запрашиваю, запрашиваю диагностику, якобы, берешь на своем компе, открываешь шаблон, в орден отбиваешь, там, что-то задиры в третьем цилиндре, там, компрессор, нарушенная сементрия, ну, и все, клиенту приходишь, берешь, вот, ну, четыре цифры вина типа придумал, говорит, вот, пожалуйста, дико, дико, плохая машина, вот, поэтому не продались, она вам нужна? Он говорит, блин, нет, а там есть еще? Говорю, да, есть, конечно, да, давайте синего посмотрим, синего цвета, и то же самое, опять маринувш на полтора часа, ну, и таким образом, потихоньку привозь человека к тому моменту, потому что, блин, слушай, ну, как бы, тачки не зря стоят 600 тысяч, лишь ты видишь по рынку, что они миллион двести стоят, поэтому бери, бери, что есть. Ну, и там, на самом деле, по цифрам страшненько, потому что, вот, насколько человек, насколько перед тобой клиент плох, вот, настолько он и покупает. А, типа, насколько ты его отбудешь, за сколько, конечно, качество покупает? Да, у тебя есть в программе минимальный прайс, за который ты должен его отдать. Ну, плюс. А сверху сколько? Ну, там, минимум соценты должен накидывать. А там дальше, насколько, если у тебя клиент готов купить соляриз за два с половиной миллиона, за наличку, да, то он купит. Если ты его ещё и в кредит присадишь, то на нём заработают все. Салон, который купил машину у официального дилера, на нём уже сотку закинул от первоначальной стоимости. Ты, как менеджер, плюс сотку накинул, и по итогу после того, как плюс сотку ты накинул, ещё и кредит на нём накидывает. По итогу купили на... У менеджера что получается, да, вот с этой деньги? Процент? Процент 10%? 10%? Объём, тоже. И в месяц они продают по 300 машин. А там сделки, долги, и вот там вот обслуживание, и там вот танцы с бубнами, и что угодно. Более того, что есть человек, а мой дед просто как обычный сотрудник, да, как обычный покупатель. Более того, прям с рюкзаком, да, с рюкзаком, в очках, с наушником, с гарнитурой. И говорит, блин, всю Москву объехал, везде лохотрон, везде кидал, а вот здесь вот... Жене взял, уча себе приехал брать, вот, пушка-гонка. Ему просто в отцапе скидывают, что за клиент, и что надо ему продать, что сказать, и всё. И он идёт и говорит, вот, тачка огонь, а эта тачка не огонь. Понятно, а выкупает эти тачки, как вообще, где и фишки? А, да, там, блин, есть свои... Самые вёдра, да? В береге ездят, высматривают площадки, смотрят, что есть подешевле, что получше, что похуже. По итогу выкупают, торгуются по цене, привозят, и вот там вот дедейли. Великолепно. Они там и красят, и пилят, и выравнивают, и что только они делают. И рули перешивают, и сидушки перешивают, и вот прям всё, что можно и нельзя. Всё они делают для того, чтобы было всё классно круто. По автотеке авторы запаривают вообще, чтобы отчёт был красивый? Нет, там вообще никто не парится. Там, 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 нет, там в смысле клиент, в момент покупки автомобиля, он только в самую последнюю очередь видит ТЭС. И менеджер, который продаёт, он ровным счетом ничего не знает. Вообще, ни сколько владельцев, ничего крашено. Вот вообще ничего, вот он просто видит, он его продаёт. Машина, четыре колеса, цвет серый, там, всё-таки лёдная оптика. Электроподъемные зеркалы, мультироль, там понятно. Что, Юль, у тебя не приходили с битыми? А, нет, нет. Там, ну, там… В основном контингент региона, да? В основном, да. Смысл? Дороже приехал. Буду прям, всё ровно, да? Документы на разных лиц. Оформляют, компания вообще нигде выездки толком нету. Оформляется, там, имя на одну компанию. По факту ты пишешь договор вообще на какое-то частное лицо. Вообще, когда я только пришёл в этот автобизнес, думал, ну, блин, все салоны плюс минус одинаково. А вот нет, не все.